Ну, в этом году последние дожди были в мае, вот прошедшие. И, что хочется сказать, при любой технологии когда-то все высыхает. Вот в этом году все высохло, потому что последний в мае дождик прошел. Вот у нас были подсолнечные застрахованы, и вот по полям смотрели. В середине лета у нас запас лаги был ноль в метровом слое, несмотря на какую технологию. То есть мы высохли полностью, и вот даже, не знаю, когда в последний раз область отчитывалась, где какие запасы влаги. Кажется, ноябрь, вот у нас там до сих пор было ноль. В октябре, да, в октябре у меня было нулевое запасы влаги. Что касается всходов, то есть высох и ноль полностью, ничего там не осталось в нуле полностью. И всходы мы начали, вот сейчас вот снег какой-то был, что-то сошло, что-то начало сходить. Вот только-только начало сходить. Вот у меня из 11 тысяч азимой пшеницы всходы есть только на 40 гектарах нормально, там, где у меня был какой-то полив. Вот. Поэтому если, конечно, дождей не будет, то ноль, конечно, нас не спасет однозначно. Вот. Оно помогает, как говорят, продлить этот период, когда заканчивается эта влага. Это было, допустим, прошедший год, и каждый год я эксперименты делаю. Я смотрю, люди говорят, плохо, но это очень здорово против нас, как у нас вот такая ситуация, именно зона почему-то такая каждый год. Но вот взять по... мы каждый год проводим эксперименты. Я сам не орано, поэтому, конечно, мне тяжело вашими терминами, может быть, что-то говорить. Ну, вот мы брали поля, резали их пополам. Полы на поля идут по нулю, полы на поля идут глубокорыхления или пахота с большим внесением доз удобрений, фосфорных удобрений там. Вот. Подсолнечек. Такая культура. У нас две культуры основные. Это подсолнечки и пшеницы. Ну, рапс там применяем, там немножко кормовых культур. Вот. И что хочу сказать. Каждый год, вот, напряжение нескольких лет, разница в урожае, место там, где мы что-то делаем. И вносим удобрения. И там, где мы идем по нулю, разница по подсолнечку идет от тонны до полторы тонны. Разница в урожае в пользу там, где мы сохраняем влагу. Взять прошлый год. У меня была часть полей обработана, часть. Год был жесточайший, да, безусловно. Вот у меня даже на нулю, на нулевой технологии в конце, перед уже уборкой, у меня запасов влаги были ноль. Но там, где мы рыхлили, казалось бы, хотя одна зона была, допустим, взять там у меня хомутец, ближе к Зеннадскому району. Поля были, допустим, которые мы рыхлили. Неси туда на глубину, говорят, надо внести туда фосфор. Это мы все сделали. Получали, допустим, 15 центров, да. А там, где мы шли по нулевой технологии, мы получили до 35 центров. Я не вижу, что там это кусочек. А, допустим, тысячу гектар, мы было ноль, вот все получили выше 30. Рядом были там, сколько там гектар, там, часть из этих полей была выбрана, где мы сделали, как мне советуют ученые. Туда надо зарыхлить, внести глубоко там что-то. Сразу урожайность ниже. Считайте, на 15 центров за гектар. То есть, очень большой разброс. И пока вот в нашей зоне единственное сегодня, что, наверное, лимитирует, это, конечно, влага, безусловно. Только влага что-то может. Если влаги нет, удобрения не влияют так сильно на урожайность, как именно влага. Единственное, что я занудил, что он именно пролонгирует период, когда почва уже полностью высыхает. Видно, этого времени там одна, две или три недели достаточно, чтобы, допустим, тот же подсолнечник дал урожай. Вот. А по пшенице не взошло нигде. Нигде обработано, нигде не обработано. То есть, просто земли нету влаги и все. Вот такой у нас вот опыт. Каждый вот мы проводим у себя. А что вы будете делать? Мы? Как вы будете жить? Ну как, знаете, как говорят, жили мы бедно, потом нас обокрали. Это я насчет почин, которые сейчас ввели. То есть, сегодня убили все, что у нас росло. Все, что росло, на все ввели почины. Что будем делать? Как что будем? Вот послушали, специально приехал, посмотрел, что будем делать. Купили удобрения, поселили озимых, купили подсолнышек, все, семена, все купили. Будем смотреть. Вот. Единственное у меня вот вопрос. А почему сейчас нельзя кормить? А потом, если вот у нас вот это, чем мы отличаемся, допустим, кто там. У нас всегда пшеницы больше урожая дают раннее. Потому что каждого засуха, более позднее, обычно у нас подгорают сильно. Вот. И в том году, конечно, самое раннее так получилось, что, конечно, они вымерзли у меня полностью. Потом как-то они... Выжили там, часть мы, около 600 или 700 гектар я взял вообще, перерисковал, пошел на то, что... Вот, там уничтожил. Вот. А там, где были посеяны более позднее в прошлом году, да, они не так пострадали. И они давали урожайность там до 50 центнеров. Просто как-то, да, года так вот слаживаются. Ну, промокло сейчас на сколько там? Ну, на 2 штыка где-то промокло земли. То есть, да, конечно... Ну, может, семена подсолнечка, может, конечно, не пригодится. Но будем надеяться, что что-то еще выпадет. Вот, вроде как, по всем приметам в феврале должен быть более-менее дождливый год. Это по народным приметам. Нам когда-то... Я никогда не забыл, совещание в Зернограде было. И гидрометцентр всеми рассказал, как будет плохо. А потом вышел дядечка с Украины. Как же его фамилия? Горбань, да. Говорит, нет, по моим всем пронозам, по словам, по этим, по звездам, по всем. Будет очень хороший урожай. Ярвы даже не переживать. И правда, туда-сюда дожди пошли. И как-то ожили. И все дело пошло. Ну что, нам бы хотелось, чтобы погода была такая, к нам хочется. Но оно не получать так, к нам хочется. Потом осталось захоронить влагу, то, что есть. Вот. И... Я даже в этом году, наверное, все посмотрел. Начал плуга даже покупать. Плуг купил один, плуг купил, второй плуг купил. Думаю... А потом стоп, думаю, куда же я дальше иду. Но нас реально замучили на колоссовых сорняки, злаковые. Это реально, это большая, серьезная проблема. Безусловно. И это... Ну, сейчас вот спасибо, потому что вели, сейчас, наверное, паров заведем. Гектар этот, процент-то 30-40. Как-то снизим производство. Начали немножко людей сокращать. Ну, живем потихоньку. А что делать? И животноводство довырежем до конца. Как-то переживем, что сделать. Все нормально. Выхода-то нет. Другого мы ж не умеем. Только вот это. Александр Васильевич, а у вас, получается, часть под наутилом полей, а часть... Как это? У вас на наутил не вся площадь охвачена? Вы знаете, у нас вся площадь охвачена наутилом. Условно я всегда говорю. Мы не... Вот мы пробовали выращивать покровные оккультуры. Не растут. А что мы только не делали? Такая заскальность. 40 градусов, и ветер дует восточный. Вот через весь маныч он пойдет. То есть, вот это все не получается практически. Поэтому мы, конечно, разные эксперименты проводим. Я, допустим, часть наутила заменил, так сказать, вертикальной обработкой. То есть, мы поля даже после... Вот, а зиму убрали. Мы заходим в орудие вертикальной обработки. Работаем на 1-2 сантиметра. Хотя бы чуть-чуть отвершний слой. Хотя бы придать ее в какую-то рыхлость. Да, солома сверху лежит. Но эта солома все равно пересыхает реально поле. И когда-то обработку проводим, минимальную, вертикальную, да, то есть, это все поры нарушаются. И не так вот земля, допустим, сильно она высыхает. Не на такую, может быть, глубину. То есть, вот эти мы определенные вещи проводим. Или там, допустим, склоновые поля, да, сильно склоновые поля. То есть, в этом году я решил, там, часть полей взял, прошел глубокорыхлителем, и не просто глубокорыхлителем, а есть такие глубокорыхлители, которые наименее повреждают верхний поверхностный слой. То есть, сама лапа очень тонкая. То есть, вся солома остается сверху. Все остается сверху практически. Ничего не трогает. Просто, если когда-то щелчь надерживаешь, а вдруг сейчас как вот леванут в феврале дожди, и все туда пойдет поглубже. То есть, вот, мы не культивируем никогда. Я давно бросил культивировать. Мы не культивируем. Есть у меня диски, есть у меня разные. У меня все орудия есть. Но вот как-то диски потихоньку стоят. Проблемно, конечно, может быть, посеять. Бывает по поживным остаткам. Ну, наверное, сейчас придется все-таки на пары переходить. Но я имею в виду, что такое пары. Я имею в виду пары, чтобы поле не засевать. Я не то, что мы сейчас спашем, там, закультивируем. Нет, я в другом плане, что это будет поле, которое будет, там ничего не будет расти. То есть, чисто вот так вот в этом плане пары. То есть, именно рассчитано, что сверху будут поживные остатки. Верхний слой будем поддерживать более-менее рылком состоянии за счет тех же там орудий типа РТС, вот вертикальной обработки. Как-то запас лай сохранить. Потому что, как все время начинаешь спорить с наутильщиками, вот, надо вот это делать, вот это делать. Я понимаю, но если нет дождя, ну вот нет дождя, а что делать? Нет дождя. А потом, кто-то умный сказал, говорит, если меньше 250 осадков упадает, надо оставлять пары. Бесполезное дело без паров жить. И вот все-таки, там потихоньку, к этому, как говорят, прислушаясь, оставлять будем пары, выхода нет. Потому что зона такая интересная, непонятная, поэтому выхода нет. Но же это, как я всегда говорю, ноль это не дома. Есть такое, стриптил есть, да, вот я применяю стриптил. Это очень здорово придумано там, да или там всем аккуратно взрыхлить, тем же, этот, глубокрытием. А все сверху осталось. Ведь все осталось. А потом так же и посеял, солома стоит, даже не видно, что там рыхлил. А вот когда заходишь орудиями, которые начинают это все куда-то там загребать, прятать, вот, и все это переворачивать. Тут, конечно, тут... Когда до меня один профессор приезжал, вот мы много говорили, вот солома, солома, знаешь, а сколько там корней? Вот что говорит сверху, почти столько там корней. То есть это тоже остается в почве, это тоже все перегнивает. Идут какие-то процессы определенные в почве. Это же почва живой организм. Вот, и, как вот говорят, балансовый метод не всегда срабатывает. Почва еще сама по себе работает, что-то там, определенные там процессы идут. Вот, и наша задача, наверное, не сильно этому делу. Надо помогать, наверное, больше, чем мешать. Есть вопрос? Есть, Александр Васильевич. Скажите, вот у вас на утил, как бы, много-много лет, там, на, как бы, подушку большая сформированная пожженый после пшеницы. Вы, как бы, там, поливаете чем-нибудь, там, кассом, там, и селитру сыпьете, там, или, там, триходермы, я вам скажу так. Вот это вот, то, что говорят, что там остаются пожженые остатки, это кто-то, люди говорят, которые, видно, у них, видно, зона не та. У нас же не Сибирь. А у нас, я вот, допустим, год выращиваю пшеницу, два, три, ну, там будет пожженых остатков. Представляете, сколько? Потом сели подсолнечек, и когда уже подсолнечек, как говорят, скоро убирать, заходишь и в поле не одной соламины. Все, что это делается, все куда-то исчезло. Ничего у нас сверху нет, никаких пожженых. Хотя, вот, я уже до того вроде насытил злаковыми. Что может насытить верхний слой? Это, конечно, только злаковые, да? А все остальное практически не насытит. Вот злаковые, злаковые, три года, четыре года пшеницы. А пожженых остатков все нет и нет, нет и нет. Тут нет их, нет их, не бывает их. Они все разлагаются, они исчезают, их нет. Это реально нет. Ничем мы не поливаем. Вот это приезжали мне вот этим, а зачем его поливать? Там единственная проблема, что посеять. Да, вот если озимая по озимой идет, вот тут, да, если большое урожай, там, шесть тонн или там. У нас такие тоже бывают урожаи, когда нормально. У нас у меня было даже больше семи тонн урожай. Тяжело. Сеем, сеем. У нас есть бороны широкозахватные, немножко солому растягиваем. Современные комбайны, которые, допустим, тот же Торун, да, там. Не факт, там суперкомбайн, но вот солому он распределяет хорошо. После него можно. После дона катастрофа. Вот растягиваем, потом проходим вертикальной обработкой. Еще чуть порубили. Как-то куча некрасивая. Ну, я обычно вот у меня приезжают, да, пасы, я говорю, я не хочу и смотреть. Когда всходит это все, куча это всходит. Я говорю, я даже не, вот я не поеду. Сейчас я приеду, будет сердце кровью обливаться, будет мне плохо на это все смотреть. Ну, реально, что страшно смотреть. Страшно смотреть. Агрономы, они же вообще не смотрят, они просто едут по дороге. Вот, может, стаж на дороге, он тебе задавит, проедет, он тебя не заметит. Скоро 60 снижать нельзя. Да. Они меньше не съезжают, потому что... 60 снижать. Да. Вот. У меня в этом году сели рапс. Вот. И мы... У меня селка была, она 5-секцион. Вот сели рапс. Вот я же смотрю, вроде рапс, а... Я за эти вот два года тысячу гектар орошения у себя построил. Вот вроде как, ну, это, конечно, ни о чем, на всю площадь. Вот посели по рапсу. Я тут рапс поливаю, гоняю. Вот еду уже, уже рапс такой, смотри, вот полоса, вот есть, нет, есть, нет, есть, нет, есть, нет, есть, нет. А он, ну, что там? Да вот, сейчас зайдет. Оно, когда начали сеять, из 5-ти секций забилось 3. И вот они от начала до конца посеяли, тут уже рапс такой, вот уже шейка приближается к этому... Карандашу. Карандашу, да, мечтаж этой, тресанных золотых правил. И я говорю, а как же так? Да вот, наверное, забилось. Вот, наверное, забилось. Так это ж можно было увидеть, когда давно пересеет. Мы пересеяли, конечно, отключили те, посеяли. А потом мороз перул, да, ну, конечно, погибло. Все, теперь у меня задача, а что теперь делать, да, как будто. Есть, нету, есть, нету, есть, нету. Да, кроме полосовой. У нас ж на поливе, жалко ж площадь-то терять. Кукурузу не посеешь. Я, вараб, что-то сомневаюсь, что делать. Период вегетации другой, собственно. Да, другой период вегетации. Там все мошки пролетят на этот рапс, они будут там пировать. Вот. Вот так вот. Такие дела. Александр Васильевич, а по злату, вы не фасадом работаете, не работаете? Тут, знаете, что сложно, что случилось, что-то случилось. Вот эти вот засушливые годы, которые год подряд, это что-то не первое год, у нас постоянно так. И нет провокационных сходов, ни элопс этого цилиндрического, ни пшеницы не всходит. Ведь нету, нечего. Ну, кое-что там взошло. Но, конечно, я 20 тонн выливаю лифосад, это как закон. На 16 тысяч 20 тонн я выливаю лифосад, это однозначно. А как без него работать? Это нормальное дело. Но вот именно нет провокации. Нет провокации. А были бы провокации, как раньше. Провокация была, как-никак, оно сразу же, как любое, сверху упало. Все равно старается быстро растение отдать всходы. Ну, конечно, палим какую-то часть. Но вот это засушенные годы плетит к тому, что все-таки мы подзаросли. Подзаросли, подзаросли. Но работаем лифосад. Спасибо, Александр Васильевич.